Заброшенное место, погруженное во множество проблем. Так называют улицу Верхнюю, жители микрорайона Дашково-Песочня. Их дома расположены в частном секторе, среди деревьев, гаражей, стройки и оврагов. Люди живут без канализации, без дорог и с плохим уличным освещением. Обратились они в нашу редакцию по причине того, что 14 мая на их улице случился большой потоп. Неизвестная организация проводила выше по улице земляные работы с использованием воды. Трактор работает, что-то сверлят в земле, они там говорят, работает фреза. А чтобы эта фреза не сгорела, они еще туда накачивают воду. А эта вода идет обратным ходом оттуда и выходит из грунта, и со всем, что есть. И вот текло все сюда. После приезда полиции рабочие ненадолго остановились и начали копать ямы для того, чтобы в них сливать воду. Однако углубления скоро переполнились и на этот раз по улице Верхней потекла грязь с водой. Жидкость попала в подвалы жилых домов. Стоит сказать, что эта улица находится в низине, поэтому дома затопляются часто при любых осадках. Фундамент размывает. Дома практически у всех шлаковые либо земляные, поэтому подмыв фундамент идет, это, разумеется, дом рушится. Шлак, он мокнет, земля мокнет, все это поднимается вверх, куда-то надо впитываться. Поэтому получается, что стены влажные. Как говорят местные жители, визуально дома впитывают влагу вплоть до окон. Люди не знают, кто и когда им сделает дорогу и ливневые канализации. В прошлом году им пришел ответ о том, что их проблема будет рассмотрена. Одновременно с этим канализацию сюда подводить вообще не планируется. Все удобства у людей здесь на улице. Просили сделать канализацию централизованную, на что нам ответили, что это будет стоить 10 миллионов и это нецелесообразно для вас. Я говорю, ну как же так нецелесообразно? Моем, стираем, посуду моем. Это нам куда девать? Хлебать или что делать? На что руками разводят и говорят, вас снесут. Я говорю, я здесь живу 45 лет и нас все сносят. Проблема с канализацией здесь обостряется еще и в темное время суток, когда пожилые граждане выходят в туалет при плохом уличном освещении. Они говорят о том, что просто не видят, куда идти и боятся нанести себе травмы. Также люди переживают за детей, которые в темное время суток, к примеру, зимой возвращаются из школ или спортивных секций. Кроме темноты здесь есть и другая большая проблема. У нас здесь постоянно ездят люди, ходят люди, делают закладки во всех мысленных и немысленных местах. Мы это все видим. Сколько раз выходили, сколько раз отдергали и говорили, тебе что бабка надо? Ты живешь и живи. Вызывали и по борьбе с наркотиками, вызывали полицию, но никому это не очень даже не интересно. Граждане боятся, что и местные дети случайно могут подобрать наркотики. Кроме того, улицу оккупировали бомжи. Ну сейчас тем более коронавирус, и с детьми страшно, инфекции ходят. Кто знает, какие они, чистые или... Поэтому у нас, конечно, проблема вот то, что... Нас забыли. Местные Чайханой называют жители это место для посиделок. Среди гаражей здесь есть и спальня, в которой, по словам граждан, живут мужчина с женщиной. Бомжи приходят в эти гаражи толпами, раскидывают мусор. В то же время самим гражданам выносить свой бытовой мусор некуда. Мусорные контейнеры ждем, нам пообещали. Деньги платим, но ничего нет. Вот тут бочка стоит, кто жрет. У меня бочка стоит, я жгу. Вот такие, что можно сжечь. Но есть такие отходы, которые не горят. Ну куда? Собираем мы ночью по контейнерам носим. Пожилым людям трудно далеко ходить, и они просят соседей отнести мусор в другие дворы. Чтобы это сделать, необходимо перейти дорогу. А пешеходный переход расположен вдалеке. На пути к нему нет тротуара. В прошлом году автомобиль сбил жительницу одного из частных домов. Получается, на улице Верхней жители прижаты со всех сторон. Детям негде гулять, взрослые тоже с недавних пор лишились такой возможности. Новый сосед устроил стройку и перекопал путь к тенистому оврагу и пруду. Завалили. А кто это завалил? Там ни прохода не стал, ничего. Это государственная земля. Какое имели право они сюда вот так вот все заваливать. Другой овраг, в котором раньше был пруд, завален мусором. Еще одна проблема жителей улицы заключается в том, что вблизи домов расположен автосервис. Постоянная грязь и пыль, выделяющиеся газы, множество машин – все это портит жизнь этим людям. Вот нам отвратительно. Все, все, что есть, какие невзгоды, все они у нас. Жители улицы Верхняя хотят только одного – чтобы на все их проблемы обратили внимание. У них отбирают земли, подстройку парковки. Они даже не могут самостоятельно вырубить деревья, в которых завелись бомжи, поскольку эти насаждения являются муниципальным озеленением. Люди просят надзорные органы заняться решением их вопросов, потому что хотят жить не в Средневековье, а в современном мире.